Добрый день, меня зовут Олег Мороз, я специалист компании QuadrLine. Тема сегодняшнего вебинара классификатор единиц измерения. Что такое классификатор единиц измерения? По сути это своеобразный архив с данными по единицам измерения в нашей конфигурации. Сегодня расскажу более детально, что такое классификатор единиц измерения, основные моменты при работе с ним, также принципы работы классификатора, основные моменты и также расскажу про работу с классификатором единиц измерения как в режиме предприятия, так и в режиме конфигуратора. Также расскажу некоторые тонкости работы с классификатором. Расскажу более подробно, что такое классификатор единиц измерения. На данный момент классификатор единиц измерения это практически полный архив с данными единиц измерения, которые вообще существуют в мире. Кроме некоторых моментов бывают у каждой организации свои единицы измерения и из-за этого при работе с единицами измерения в 1С, иногда они могут не найти какую-то единицу измерения в 1С, к примеру. Если компания занимается швейным производством, у организации может быть единиц измерения, к примеру, бобина или связка, то есть бывают разные наименования единицы измерения и из-за этого они пытаются найти, но не находятся и потому приходится создавать свои новые. Потому и в самом классификаторе могут не найтись какие-то единицы измерения по сути. Итак, с классификатором можно работать как через подбор или добавляя вручную, как я уже сказал, свою уникальную единицу измерения. Сейчас секундочку я покажу это в режиме предприятия. Все мы видим, что я сейчас в вкладке номенклатуры. В классификаторе единицы измерения мы можем пасть двумя путями. Это через NC-администрирование классификатора и номенклатуры. Здесь вот есть единицы измерения. В данном случае в демонстрационной базе здесь добавлено отдельно много единиц измерения. Но для того чтобы добавить какую-то свою, нам необходимо нажать подобрать из классификатора. При нажатии на эту кнопку нам открывается окно, в котором мы видим достаточно много разных единиц измерения, которые поделены на класс. Здесь есть единицы измерения длины, площади, объема и так далее. Все перечислять не буду, потому что здесь все возможные виды величин, которые могут быть вообще в мире и используются. Также. Чтобы попасть из номенклатуры, нам необходимо зайти в сам справочник номенклатуры и выбрать товар из установленной единицы измерения. Например, при открытии карточки у нас общий вид, какие реквизиты указаны. Здесь мы видим, что в разделе единицы измерения и условия хранения у нас указано, что единица хранения штуки, единица для отсчета штуки. Также могут использоваться упаковки, но это немного другая тема не сегодняшнего вебинара. Итак, мы открываем единицу измерения. Чтобы попасть в форму списка единиц измерения, можно выбрать пункт еще показать в списке или также просто нажать три точки и мы опять же откроем эту форму. и здесь видите есть опять же подобрать из классификатора и создать. Также хочу сказать один момент, что по сути мы можем добавлять и искать в классификаторе по числовому коду, который установлен в международной системе единиц измерения. Для этого необходимо нажать Ctrl F и, к примеру, в данном случае у нас не получилось найти, потому что тут иногда не работает поиск, потому может случаться оказия, при которых единицу мы можем не найти. Также хочу сказать, что при добавлении единицы измерения из классификатора и добавлении практически аналогичной единицы измерения копированием или добавлением вручную, если мы указываем код по OK, это значит, что мы привязываемся частично к классификатору и его числовому коду. Потому что, к примеру, если у нас будет несколько единиц измерения с одинаковым кодом, то вручную мы просто можем не записать. По сути, ничего сложного в классификаторе нет как такового. Просто мало кто знает или боится просто использовать стандартные единицы измерения. И потому, в основном, в большинстве случаев в компаниях, которые сами начинают добавлять свой товар или услуги в зависимости от специфики работы, то происходит то, что они вручную создают на единицы измерения. И потом, когда подают налоговые документы, и там необходимо правильный код выводить единицы измерения. И после этого выходит такая ситуация, что у них не заполняются данные, и из-за этого происходит то, что приходится обращаться к специалистам. Уже позже, и это занимает больше времени и, соответственно, денег, чем, к примеру, если бы первоначально обратились к специалисту при заведении их намокатуру. Было бы проще, когда все данные уже подтянулись из классификатора единицы измерения, и потом уже у них не было бы проблем с налоговыми документами. Также хочу сказать, что, к примеру, если смотреть через все функции, которые не всегда доступны пользователям, то в одной конфигурации название справочника единицы измерения может называться как классификатор единицы измерения. В данном случае это будет справочник просто упаковки и единицы измерения. Это так называется справочник в управлении торговлей 11. Следующий пункт у нас это режим работ с классификаторами единиц измерения. В режиме конфигуратора. Как видите, виды макетов могут быть четырех видов, по крайней мере, те, с которыми я стыкался. Это табличный документ, текстовый, HTML или XML документ. К примеру, расскажу про табличный документ. Вид макета с табличным документом. К примеру, в более старых конфигурациях, таких как управление торговлей 10 или еще немного другие, классификатор используется в виде табличного документа. И потому разработчикам, которые выполняют работу с классификатором при загрузке номенклатуры, им необходимо получать этот табличный документ и обходить сам макет по наименованию или коду единицы измерения и происходит поиск. В данном случае это занимает определенное время при загрузке номенклатуры, потому в основном специалисты наперед из шаблона выбирают единицы измерения и вручную их добавляют. И потом уже по коду, к примеру, в большинстве случаев получают необходимую им единицу измерения. Также, может быть, макет видит текстового документа. На примере сейчас я вам покажу в управлении торговлей. Одну макету. Я сейчас в режиме конфигуратора в справочнике упаковки единицы измерения. Этот классификатор всегда будет в справочнике, который отвечает за единицы измерения. Классификатор сам по себе это макет. В данном случае он у нас текстовый документ тип макета. Если мы провалимся в сам макет, мы увидим, что он больше напоминает XML структуру. Это также не очень удобный момент при программной работе с единиц измерения. Но плюс заключается в том, что такой документ быстрее и проще обойти, чем табличный документ. И быстрее получить необходимые данные. То есть нагрузка на систему будет намного меньше, чем, по сути, если сравнивать табличный документ. Если брать, к примеру, вид макета HTML документ или XML документ, то в более новых конфигурациях или более отраслевых могут быть уже такие виды макетов. И, по сути, с ними практически одинаковый подход. Так же самое, как и с текстовым документом. Одинаковый разбор самих данных из него. Итак, хочу вам рассказать про тонкости работы с классификатором. Сейчас покажу по поводу этого. Классификатор единиц измерения сам по себе можно обновлять. К примеру, выходят какие-то новые значения, и его необходимо обновить. По сути, есть два способа, как обновить. Это при помощи регламентного задания. В него можно попасть через НСИИ администрирование обслуживания. И здесь есть подраздел регламентной операции. Сейчас одну минуту откроется список регламентных заданий. Хочу заметить, что чем более новее, более, к примеру, такая конфигурация, как ERP или управление, комплексная автоматизация, то чем дольше будут открываться списки регламентных заданий, потому что достаточно много необходимо будет обновить регламентных заданий, получить весь список. Особенно, если конфигурация не типовая. В данном случае, нам список уже открылся, и мы видим, что можно обновить классификаторы банков. В основном обновляются только они. Но бывают ситуации, когда необходимо также обновить классификаторы единиц измерения. Для этого можно как вручную обновлять, так и используя... В данной конфигурации этого регламентного задания нет, но я знаю, что есть конфигурации, у которых есть регламентные, которые обновляют все возможные классификаторы, которые только есть в системе. Также мы можем искать единицу измерения по коду, как я уже ранее сказал. Как вы видите, когда мы открываем справочник единицы измерения, нам открывается краткое наименование и его код. И, к примеру, у нас есть упаковка. Его код 778. И вот, к примеру, если мы захотим поменять единицу измерения, то нам необходимо будет просто выполнить поиск по коду. В данном случае приходит так в демонстрационный, настроенного. Вот так. Что мне необходимо настраивать список выбора. В данном случае у нас заменяется единица для отчетов. Ну, в данном случае, к примеру, у нас будет в одной упаковке 100 единиц бухгалтерии, к примеру, нашего товара. Это как для примера. Также бывает ситуация, ну, как уже вы увидели, что для одной номенклатуры может быть установлено несколько единиц измерения. Это единица хранения и единица для отчетов. В некоторых старых конфигурациях, а также в некоторых заграничных, могу с уверенностью сказать про украинские конфигурации, которые... Там есть даже три единицы измерения, которые отвечают за хранение, отчетность и просто базовая единица измерения самого товара, на которую все опирается. То есть, виды единицы измерения, точнее, количество единиц измерения для номенклатуры не ограничено. Это уже в зависимости... Необходимо настраивать требования и структуры самого предприятия, в котором происходит настройка, а также доработка конфигурации. У меня все. Есть ли какие-то вопросы по поводу классификатора единиц измерения и работы с ним? Насколько я вижу, вопросов не предвидится. Всем все ясно и понятно. Если да, то всего доброго. Надеюсь, вебинар был полезен. Всем всего хорошего и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok